Мы с вами на улице Соломей-Крушенецкий-3, то парк Франка, то университет Франка там рядышком. Я так понимаю, что студенты любят сюда захаживать. Такое анти-кафе, место встреч, место игр, место творчества. Для фрилансеров, художников, творческих людей. Мы все свое организовали. Пообщаться, купить чайку, посидеть, поиграть. Я застрял. Все, пройшел. Чуть не споткнулся. Вот видишь, все, где можно провести презентации, собраться с друзьями, пообщаться. Ага, вот розшук художников тут проводят. Такое вот интересное место для творчества и общения. Пойдем? Да, пойдем. Назві целя не выгнали, да? Пообіцяли нам розповісти, что тут є цікавого. Дійсно, что тут є цікавого? Тренинги, ви казали, тут проводятся, так? Є игровые комнаты. Покажите нам, ну и по ходу пьесок, как говорится, что вы будете рассказывать, если вам не складно, что тут есть цикавого. Да, мы будем смотреть, что у вас есть. Давайте начнем с этой комнаты, где ты втекла. Тут ежа, я втекла. Тут можно поесть, чай, да? И съесть прямичок. Это как, стоимость входить, да? Да, это входить в артист. Мы обхачиваем водину, и воно получается. Можете, что-то, у вас всем чем бачите. Это безлимит, или как? Нормально, можно обхатися. Безлимитный, можно смешком прийти, пряниками, обхатися. Одными пряниками, да, обхатися. Для чего эта комната? Это для чайпития, да? Я так понял. Можно чайную церемонию строить. Тут можно еще попрацювати с ноутбуком. Воно не зачиняется, да, если, например, кому-то захочется там на одинце побути, да? Да, ну то же не надо, тут привычай. Тут переважно люди проходят, потому что тут кухня. Не те цели задачи. Да, ну кто-то прийдет так не вчасно. Классно, прикольно. Да, это раз в месяц проходят, и разные художники. Великий чайник уже. Великий чайник. Портфель забит, да, как-то кажут у видавництва. А вірши у вас тут не читают, там, я не знаю, что-нибудь не розповидают, у вас арт виходит такий. У нас что-то не пережилося. Людей мало входило. Нема кому постійно так дуже проводить. А я знаю, так еще проводят, какие-то там лекции читают, чи, может, там, мовы вивчают, и английский, и польский. Да, бывает таке, мы чули. Такого образа заклада. У нас девчонка, вона тоже диндиктором працювала, и вона проводила спикни-клаб. На какой возраст, от какого возраста рассчитаны, допустим, дети, обо доросли, більше? Ну, это не ясли, там, допустим, грудничка здесь не оставишь, да? Ну, тут, конечно, для взрослых дядей это футбол, это бесспорно. Футбол, ух, электрогитара и обычная гитара, да? Топ-плейстейшн, наверное, два стоят. Два плейстейшна стоит, классно. Тут стоит бокс и стрей. И лабиринт, там магнитный лабиринт, да? Как тупинка для взрослого, да? Ну, классно, прикольно. Идем дальше. Да, дальше идем. Тут у нас все-таки игровая комната. Так, игровая комната, ну, теж вона зачиняется, можно так. Да, тут можно и арендуваться, и укрямо. О, да вы, яки пятнашки, Даш, вот это да. Да, рада гильянтам она. Видишь, как можно, как-то здесь там будет. Да, ну, я представляю, какие были бы крестики-нолики. Там, на столе игру можно взять поиграть, да? Тут, ну, не поцяга, на ручка. Ну, а якщо, наприклад, хтось приходит в какую-небудь настильную игру, він не знает, как играть там. Адміну зможут ему допомогти, там правила. Це теж входить в вартість, да? Ну, дивлюсь, ой, як красиво так на стінах намальовано. Просто разрисован тут стены. Це в нас теж художники розмалювали. Ага, художники володіли, да? Ну, пришли поїхали, яйцо за це. Ну, я думаю, що зачинили тут в кімнаті і сказали, поки не розмалюєте, да. Там воно решітки на вікнах стоять, а воно тут розмалювали вже. Очень красиво все должно. Да, залишили им два там, може, іксбокси чи? Да, може, два пряника. Да, і два пряника. Такий квест получився, да? Прикольно, еще одна комната у нас есть, да? Я посмотрим. Добрый день. Добрый день. Тут можно помалювать. Место и действо, и всякие. Можно формули физические, какие-нибудь, не знаю, теорию вероятности доказывать на такой доске. Або який-небудь образливый, там, я не знаю, віршики писатель, може, там. Такое было. Ну, смотри, стульчик, а можно тут по нас сажать кучу людей, якщо-нибудь рассказать. Интересно. Зачухайте. Ну, много разов у нас на вечерцах, это иксбокси 67 дней. А что там было таке? Был тренинг, как бы, про фриланс. Ага. Не только саме про программисты, а взагалі про фрилансы, как можно какие-то завдания выполнять, какие люди там поручают на сайтах. А где же они там, на люстре сидели? Ну, вот так вот. Майже так, да? Да, было забито. Від чеснинг цели, я ведьмаю. Класно. А от, наприклад, якщо хтось, може, видимо, щоб людини не заважати працювати, якщо, зараз, зараз, зараз выходимо, якщо, наприклад, хто-небудь зголоднів, ну, что с ним робити, чи тільки прянички? Ну, можно перебитись печеньком, а можно замовити собі їжу. А, ну, в принципе, то можно, допоможе, да? На ресепшені так, чтобы замовити где-небудь. Їжу, и сюда, в принципе, можно доставить, да? Можете сама людина свою доставить. А, ну, с собой ежу можна навіть принести. Там на кухні є микропульвар Піч. А у вас ніяких там, наприклад, по настільним іграм не проводяться? Турніри. А що ж ви мовчате? У нас не те, що турніри, просто зустрічі, збираються друзі, знайомі. Ну, не будь. У нас просто є дуже хороший знайомий, і він має свій інтернет-магазин на стилі днівок. Він час від часу приносить. Варію, які-то ігри приносимо. Так, кожен раз різні приносить. От зразу правила пояснює. А кога він це робить? Допустим, якщо хтось нову ігру? На сайт можна зайти к вам. Так, це в соцмережах розклад має бути. Ага, просто мало ли хто-то буде фанат якоїсь ігри. Він захоче, наприклад, навчитися в яку-небудь ігру грати. Там можна в соцмережі набрати комінт. Ви є і в Фейсбуці, і в Контактах. Так, в нашій сайті. І сайт є, так? Ну, класно. Ну, на сайті дуже, я так читав, дуже рідко заходять. Зазвичай люди сидять в соцмережах і там ж не хочуть з них вилазити. І можна також через соцмережу там ввести з вами, наприклад, якісь там переписки, там, питати, що є. Ну, класно. Так, ну що, почайку? Так, пойдемо почайку. Підемо почайку. Не забувайте підписуватися на наш канал. Очень много інтересних видео ще готовиться. Пишіте свої коментарії, свої отзіви. Буде дуже приємно. Нам дуже важливо общення з вами. Не забудь сказати, як в телефонних компаниях. Ваше мнение дуже важне для нас. Ну, да. Ждем ваших відкликів, відзівів, пожеланий. Може би, де-то ще потрібно буде сходити, зробити, що там інтересного. Спасибо вам большое за ранію.